Привет, обидатели интернета и мобильных сетей! У нас хорошие новости! Вы смотрите Дройдер Шоу! И сейчас вы увидите самые интересные из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю. Поехали! Наш любимый магазин гаджетов TommyBrown.ru. Ничего лишнего, все девайсы отобраны и проверены Дройдером вручную. Например, линзы OlaClip для крутых фоточек или универсальный компактный PowerBank для айфона и андроида. Заходите на TommyBrown.ru и подписывайтесь в ВКонтакте и Инстаграме, чтобы не пропустить свежие поступления, а они скоро будут. Ссылочки в описании. Погнали! Ну все, теперь официально. Моторола вернулась в Россию. Откуда я это знаю? Дело в том, что гаджет журналистов собрали в конференц-зале, накормили круассанами и показали презентацию, а именно это происходит, когда бренд приходит в страну. Итак, в стартовую линейку вошли 4 смартфона, в основном из летней обоймы. Младшенький Moto G за 17 тысяч рублей. Moto X Play полуфлагман с экраном на 5,5 дюймов за 30 тысяч. Moto X Style более мощный и влагостойкий за 40. И если вы еще не запутались, есть еще один Moto X. Более свежий Moto X. Это флагман линейки Moto X Force, который больше похож на смартфон для экстремалов, нежели на премиальный гаджет. Главная фишка — небьющийся экран, сделанный по технологии ShatterShield. Собственно, экран у него на 5,4 дюйма с Quad HD разрешением, что дает очень высокий показатель количества пикселей на 1 дюйм. Процессор Snapdragon 810, камера на 21 мегапиксель. В общем, все удовольствия за 50 тысяч рублей. И еще крышечка из Kevlara. Пожалуй, главная претензия к линейке в том, что смартфоны Moto слишком похожи друг на друга и дизайном, и, извините, названием. Это вроде как фишка, но пора бы что-то и посвежее придумать. В ближайшее время Lenovo, владеющая Motorola, будет параллельно развивать два бренда — Lenovo Vibe и Moto, собственно. Интересно посмотреть, как их будут разводить по разным аудиториям и будут ли. Ну а старт продаж в России запланирован на 1 марта. Что-то еще добавить? Чуй, мы дома. Твиттер больше не будет прежним. 10 февраля микроблог запустил новый алгоритм формирования ленты, в котором твиты отображаются не в хронологическом порядке. Если Facebook делает так, Twitter делает так, это что значит, что весь контент в мире скоро будет выводиться в непонятном асинхронном хаотическом порядке? Привет сетей, интернета и мобильных питателей! Но на деле все оказалось не так страшно. Теперь важные сообщения, которые, кстати, для каждого пользователя подбираются индивидуально, будут отображаться при запуске в верхней части ленты. Примерно как сейчас выглядит раздел «Пока вас не было». Ниже будут выводиться твиты в режиме онлайн, как и обычно. Так что судьба Facebook соцсети, видимо, не грозит. И это очень важно. Скажем честно, если бы Facebook изобрели в Средневековье, то его ленту однозначно признали бы колдовством. Сейчас новую фишку можно активировать, нажав галочку в настройках. В будущем она будет работать по умолчанию. И мне кажется, идея хорошая, потому что если у тебя больше 200 человек в подписках, отслеживать все физически невозможно. А самое горячее все-таки пропускать не хочется. К тому же соцсети надо как-то развиваться, и это направление выглядит разумным. У нового алгоритма еще есть несколько багов, например, с тем, как отображаются дискуссии. Но будем надеяться, в скором времени это пофиксят. И нас ждет новый завораживающий Twitter-экспириенс. На днях выяснилось, что iPhone можно сломать не только, применив грубую силу и дурь. Оказывается, превратить гаджет в кирпич можно прямо из настроек. Впрочем, дурь тоже не помешает. В сети появилось видео, в котором на устройстве выставляют дату 1 января 1970 года. После этого смартфон перезагружают, и он уходит в полный невминоз. Оказывается, что багу подвержено огромное количество устройств. Собственно, все iPhone с 64-битной архитектурой. То есть, начиная с iPhone 5s. Что же это за судный день 1 января 1970-го? Дело в том, что это так называемое начало эпохи Unix. Эта система исчисления времени используется в языках программирования и, следовательно, в компьютерах. Нулевому значению как раз и соответствует 0 часов 0 минут 1 января 1970-го. А каждая единичка — это одна секунда. То есть, по этому времени исчислению сегодня это примерно 1 455 541 173 174 175. Иными словами, с 70-го года прошло примерно 1,5 миллиарда секунд. Вероятно, где-то в коде iPhone спряталась ошибка, которую бомбит, если время равно нулю. Может быть, даже в алгоритме закралось деление на 0, и это многое объяснило бы. Тем не менее, впоследствии оказалось, что гаджет не умирает, а скорее впадает во временный паралич. Если дождаться, пока батарейка смартфона полностью сядет, или собственноручно вытащить и вставить ее, биос смартфона сбрасывается, и он исцеляется. На момент записи выпуска Apple так и не прокомментировала ситуацию, хотя в случае выпиющей, может быть, даже эту ошибку не удастся исправить обычным обновлением по воздуху. И эта ошибка — это как заучение снопальца. Ты знаешь, что не надо его откусывать, потому что будет больно и неприятно, и может быть воспаление, но все равно ты такой думаешь, а вдруг? Но в любом случае не советуем вам проводить подобный эксперимент со своим девайсом, девайсами друзей или девайсом бывшей девушки. Хотя нет, бывшей можно. А Microsoft продолжает радовать нас бесконечно полезными фотосервисами. В этот раз компания запустила портал whatdog.net, который определяет по фотографии породу собаки. Лично я в этом всем не разбираюсь и не планирую, и, честно говоря, с трудом представляю, как подобный портал мог бы помочь собаколюбителям. Зато теперь я знаю, что бабка Чубаки согрешила с йоркширским терьером. Напомню, ранее Microsoft запустила похожие сервисы для определения возраста и эмоций человека по фотографии. Оба они работали плюс-минус так себе. Для анализа можно загружать фотки с устройства или воспользоваться поиском Bing, встроенным в сайт. И сдается мне, что все эти сервисы запускались в основном для его популяризации, иначе вообще непонятно зачем. Ну и, наконец, главное, ради чего я взял эту новость. Если веденский пес, то Golden Retriever. Почти идеальная форма яйца куриного уже давно не дает покоя дизайнерам вспомнить хотя бы робота Ева из мультика «Валли», обликом которой занимался сам сэр Джонатан Айв. Так вот, появился настоящий робот-яйцо, который умеет летать и еще и снимать видео в 4К. А снесла его в поднебесной пекинская компания Power Vision Robot. Назвали робота тоже незамысловато Power Egg. Главным плюсом квадрокоптера является его компактный трансформирующийся корпус. Все движущиеся части буквально вылупляются из яйца. А во время полета Power Egg немного меняет расположение креплений пропеллеров для аэросъемки небольшой встроенной камерой. Которая, кстати говоря, умеет создавать круговую панораму в 4К. Что касается управления, обещают сделать его простым. Встроенные сенсоры должны будут позволить безопасно летать дрону даже в помещениях. Создатели не объяснили, почему яйцо, какого оно размера и вообще, летает ли эта штука. Но надо отметить, что выглядит дрон эффектно, а начало продаж обещают уже во втором квартале этого года. Следующее устройство нельзя полноправно назвать гаджетом. Хотя в одном известном фильме оно именно им и являлось. Немного нагнал интриги. Но на самом деле речь идет о машине Эммета Брауна, на которой Марти и, собственно, сам Док периодически нарушали пространственно-временной континуум. Так вот, легендарная DeLorean DMC-12, которая так полюбилась фанатами, будет снова выпускаться с конвейера. И то, что вы видите сейчас, это ее рекламный ролик. Свеженький. Производство наладит компания, владеющая активами DeLorean Motors Company. Последняя, к сожалению, обанкротилась аж в 1982-м, в том числе из-за обвинения создателя Джона Захария DeLorean в наркоторговле, возможно, с фабрикованным конкурентом. Конечно, производство не будет массовым, а скорее поштучным для коллекционеров и фанатов. Старт намечен на следующий год. Чуть не забыл, кузова будут использоваться из старых запасов, а не из нержавейки, так что сохранились отлично. Но начинку знатно прокачали. Движок вместо 130 лошадей будет иметь 350 или 400, современная коробка, шасси и слегка обновленный салон. Жаль, что привод не электрический и без автопилота, и не летает, и не заправляется отходами. Но это же DeLorean. Кто откажется прокатиться на легенде? Тараканы. Тараканы. Самые живучие и мерзкие существа. Но, видимо, создатели следующего гаджета не разделяют мою неприязнь к насекомым. Исследователи из Калифорнийского университета Беркли давно и пристально исследовали этих ползучих, заставляя их пробегать полосу препятствий, протискиваться в узкие щели и даже давили их с помощью специального пресса, с силой, превышающего вес таракана в 900 раз. Тем самым они доказывали их приспособленность к окружающей среде и неубиваемость. В итоге, набравшись опыта, сконструировали робота-таракана, Крам, примерно с теми же свойствами. За счет деформирующейся конструкции робот выдерживает давление в 20 раз превышающего его вес. Также имеется способность сжиматься почти в два раза с 75 до 35 миллиметров. Скорость передвижения тоже неплохая, 17 километров в час. Калифорнийцы еще не придумали конкретного применения для своего творения, но смотрят они в сторону разведки и спасательных работ во время завалов. Интересно увидеть реакцию тех, кого спасают, когда вот это вот чудо вылезет из какой-нибудь щели. В рубрике «Дроны недели» немного зимнего экстрима. Настоящие гонки уже были в прошлых выпусках, но вот вам еще один новый вид спорта, невозможный без большого дрона и сноуборда. Называется все это дословно «Дронбординг». К квадрокоптеру цепляется трос, а за него держится сноубордист. И да, Литун справляется со своей задачей и вполне бодро тянет чувака за собой. При желании, если есть опыт, даже можно обходиться без специального рулевого. Построить дрону маршрут, главное безопасно и без обрывов, и он будет автоматически возить вас, пока батарейка не тянет. Как вариант, еще можно повесить на него камеру и заставить снимать себя любимого, выполняющего какие-нибудь трюки. Не забывайте ставить вот такой вот знак под видео, подписываться на наш канал. Ну а с вами были Валерий Истишев и Борис Физенский. А чтобы не пропускать важные гаджет-апдейты, подписывайте нас вконтакте, в фейсбуке, в инстаграме, в твиттере и в наш паблик-чат вайбере тоже вступайте. Кажется, на этом все. До встречи в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok